Здорово, чуваки. Вот, ща погоди. Алло. Тудрос, идите нахуй. Ребят, я вижу ваши комментарии, я вижу, что вы пишете, мол, он ты в шутку сказал, но тут наплевать, потому что предыдущий видос показывает всю сущность этого человека. Даже если этот пост был в шутку, то прошлый видеоролик говорит о многом, я думаю. Здорово, чуваки. Вот, ща погоди. Алло. Тудрос, идите нахуй. Это похоже на тот случай, когда девушка отказывает парню. Он не подошел Амкалу, он сказал, что разочаровался в нем, не подошел Тудрос, сказал, что разъебет нас. Хорошо, Бухар, сколько у тебя пар обуви на случай, если ты не подойдешь и следующей команде, если ты, конечно, будешь реально играть на МКСе. И чуть притормозим о рассказе обо мне, потому что тут такая хмуня произошла. Ребятки в медиапространстве не понимают рофлов и не понимают то, что какой я гений, то, что прорекламировал у Амкала Тудрос. Они на это обижаются и делают некрасиво, и также не понимают то, что и над ним я порофнул. Нужно уметь хайповать ребятки. А ты, женек, Элджей, ты что, не понимаешь этого сам? То, что это медиапространство, где, блядь, нужно хайповать, делать вещи, чтобы быть на слуху. И ты это воспринимаешь всерьез, когда вы сами, блядь, вставляете, проамкал всякую хуйню, и ты сейчас залупаешься. Супаешься? Вот серьезно, пацаны. Кто, блядь, разумный человек, зная то, что он это сказал, вот как я сказал на отборе, будет серьезно писать потом в Тудрос на серьезных хуйнях? Чуваки, вы думаете, что на трансляции у Егорова с Германом, что я серьезно говорил, что это Тудрос? Чуваки, ну, блядь, ну нужно шарить эту грань. То, что нужно оставаться на слуху, инфоповод, блядь, ну, я во всех шоу у Маврина, у, ну, на Бамкале на все вопросы всегда отвечал нет. И тут после омкала я говорю, да, вы что, гоните? Ну, типа, я сам этого не понимаю, то, что меня хуй-то возьмет от этих слов, если мне было это надо. Типа, эти слова были сказаны, ну, блядь, для эпика, типа, это мне вообще похуй, как бы, на них. После того, когда его не взяли в омкал, он начал говорить о том, то, что он всегда хотел попасть в Тудрос. Почему я беру такие слова «всегда хотел», ведь нигде вроде бы он не высказывал об этом. А я вам все объясню. Создатель офсайдкапа, Саша Чканов, мой хороший друг, не так давно звонил мне с предложением Бухара в Тудрос, да? Чтобы Бухара поместить в Тудрос, чтобы я поговорил с Женьком, чтобы его взяли. Я говорю, а почему такие интересы? Он говорит, это Бухар попросил, он сказал, что он же с тобой общается. Пусть, пожалуйста, он поговорит с Женьком, чтобы он меня взял в Тудрос. Вот по поводу Бухара. И, а что, что, что ты именно говорил? Ты говорил то, что Бухар очень хочет в Тудрос, он просится к нам? Все верно. Там с Тудросами-то, кстати. Ну, Жека пишет тебе сейчас, братан, у тебя татухи есть, ты скилловый чувак, взвлекай к нам, братан, семья ждет тебя. Ну, я не знаю, нет, ну, типа, это бред, это одно, играть, я хочу играть. Играть, они сейчас будут играть. Это просто сниматься, просто сниматься, типа, это можно я в на всаде снимаюсь. Нет, они сейчас будут тренироваться, они сейчас будут играть. Откуда ты знаешь? Не буду тренируются. Я у Жеки спрашивала, он сказал, что прямо сейчас тренировок, ну, он не... Сейчас кутуз поломанный, и непонятно, насколько он будет жив-здоров. Ты, как чувак медийный, тик-ток ведешь, ты скилловый чувак, который в целом в концепцию может Тудросовскую влететь. Брат, ну, смотри. Я тебя слушаю, братан. Вот, честно, типа, я сюда вот пошел, ну, вообще, я в комьюнице сейчас офсайда двигаюсь, типа, там пацаны очень ровные, типа, мне с ними очень нравится, у них большие планы, и, как бы, я не знаю, с тобой они общались вообще за будущее, ничего нет? Пока, пока. Ну, вот, просто, ну, они хотели бы пообщаться там, да. Вот, и мне с ними нравится, типа, и я бы хотел бы за них играть, вот это да. Типа, если они будут играть на МКС, там, вот это все, я буду за них играть. В любом случае, вот сейчас я тебе вангую, ааа, пишут, пишут тебе, зовут тебя в дроты. Ну, блядь, вообще мне их концепция не нравится. Но это не все. После этого был эфир у Егорова. Я, конечно же, уже посмотрел видеоролик Восьмаврина, и я разговариваю с Бухаром и спрашиваю у него, скажи, пожалуйста, какая лучшая команда из четырех? Тудрос, Амкал на спорте или ФК деньги? И он заявляет то, что Тудрос. Тудрос, идите нахуй. Чуть позже он пишет Женьку о том, что, Жень, а можно я залечу, пожалуйста, к вам в ролик? Я буду смотреться круто у вас. На что Женек говорит, чувак, ты нам не подходишь. Конечно же, это Бухара обидело, ведь все-таки он звезда. Как же так? Женек ему отказывает, а он бы хорошо смотрелся в Тудрос. На что он пишет то, что именно этот чувак будет ебать вас на МКС. У меня два вопроса. В какой команде ты будешь играть на МКС? И будешь ли ты там играть вообще? Он выкладывает это в историю. И он, конечно же, выставляет историю о том, что, чуваки, это все рофл. Я никогда не хотел в Тудрос. На самом деле я хотел в Амкал. Я такой крутой чувак. Но опять напомню телефонный разговор. Был ли мне звонок тебе по поводу Бухара в Тудрос был? Ну, честно же, правильно, что мы юлить-то будем? Я говорю, для кого ничего не секрет. Но что он хотел попасть в команду? Да, да. И этим все не заканчивается. На самом деле некоторые люди у меня в директе спрашивали, почему ты как-то критично отнесся к Бухару на трансляцию Егорова. И я вам объясню просто одним скриншотом. Бухар гордится тем, что он произнес эту шутку. Если вы не понимаете, какая шутка, теперь она тут. Тудрос, идите нахуй. Так вот, Бухар гордится этой шуткой и подумал, а что это ее не вставили в ролик? Наверное, потому что она очень жесткая. То есть он надменно гордится тем, что он повторил шутку чувака, который приходил на отбор в Тудрос. И я напомню, того чувака, который приходил на отбор в Тудрос, мы в итоге не взяли в команду. Почему Бухар думал, что с ним будет совершенно другая история? И то, что Герман подумает, ебать, как оригинально, пропущу-ка я эту шутку в эфирчик. Нет. Поэтому у меня совершенно не вызывает удивления вопрос, который... Точнее не вопрос, а слова, которые сказал Вася Маврин. Не думаешь ли ты, что ты очень часто переобуваешься? И Бухар на тот момент не понял, что он имеет в виду. А вот сейчас я понимаю, потому что в начале отбора я видел одного человека, а сейчас я вижу совершенно другого человека, который мне, к сожалению или к счастью, не особо приятен. И честно, если он думает, что таким вот способом он прохайпится, то, что к нему будет повышенное внимание, конечно, оно будет. Но он даже не представляет, каким оно будет. Оно будет не таким хорошим, как хотелось бы. Так что я хочу передать привет Бухару. Ты молодец. Хочу ему сказать, чтобы он не заигрывался. И если будут какие-то претензии, не делай это, пожалуйста, в историях, выебывайся. Сделай это лично. Я с собой совершенно спокойно, без камер поговорю, обсужу эти моменты, и там уже будет...